Привет! Прошлый ролик закончился так внезапно, будто бы меня завалили прямо во время монтажа. Но нет, просто я недостаточно умен, чтобы написать сценарий на целую игру, и достаточно тупой, чтобы не придумать адекватно конец ролику. А сам ролик получился довольно унылым и странным, поэтому сейчас я попытаюсь исправиться и немного ободрить эту часть. Итак, мы остановились на том, как доблестно остановили дробь своим лицом, и после хорошего прихода очнулись в окружении своих людей. Однако, тетушку мы так и не смогли спасти, поэтому надо ехать на ее похороны. А на вопрос, как же нашу тушку не забрали и не извлекли из нее тьму, отвечают нам на похоронах. Да, хрен бы мы с ними справились, если бы Джеки не завалил столько ублюдков. Джеки, я знаю, тебе очень тяжело, но выдержав эту беду, ты станешь сильнее и пройдешь до конца. Ты должен знать, я думаю... Так что ты там думаешь? Очередное неуважение проявляют к нам, поэтому пострелушки будут продолжаться. И мало того, что уважения никакого, так еще и сражаются они по тактике ударил, патроллил, убежал. Только как такая тактика должна нас убить, остается для меня загадкой. Так, долго он убегать не может, поэтому догнав его угощаем нашего друга порцией свинца и приправкой из черных дыр. О них, кстати, я совсем забыл рассказать. Прокачав нужный навык, время от времени вместо сердец на трупах появляются сгустки энергии, которыми мы можем разбрасываться и наблюдать приятный коктейль из врагов и всякого хлама. Кстати, эта хренатень вносит достаточно много урона, что помогает очень легко дреть босса. Нужно дать ему должное. Вместо того, чтобы стоя на коленях молить о пощаде, он начинает выебываться. Но мы помним, что бывает с теми, кто выебывается, да? Однако, перед тем, как отдать концы, он рассказывает, где найти главного красавца. Поэтому, минуя скучный особняк, мы сразу направляемся в заброшенный парк, где в сопровождении очередного глюка начинаем пробивать себе путь. Нужно заметить, что парк хоть и простой, но довольно атмосферный. Особенно из-за мелких вставок вместе с Дженни. Дальше же пробиваемся через толпы врагов и пару преград, которые решаются довольно легко. Стоит буквально побродить по уровню. А следом мы попадаем в тоннель любви ужаса, в котором то ли у меня игра словила баг, то ли разрабы решили, что я сам должен захотеть прикончить девушку главного героя во второй раз. Боже мой, это все так страшно. Но ты же меня защитишь. Правда весело? Очень. Ну и само собой. Оп, снова дурка, снова дом родной. Тут я даже не знаю, насколько много событий стоит показать, поэтому очень кратенько. Нам снова пытаются внушить, что таблетки нужно пить, а мы их не пьем, поэтому крыши протекают все сильнее и сильнее. Однако кривой уборщик оказывается бесом и быстро выдает нам, что вся эта больница ничто иное, как большой трип нашего героя. И по сути это место в местилище сознания нашего героя на тот момент, пока он валяется где-нибудь без сознания и тьма латает его тело. А еще бес рассказывает, что в реальном мире он умереть не может. Однако в мире психушки он может довольно легко помереть. После чего мы прыгаем обратно в наш мир. Вот только наше тело сейчас находится в Железной Леди и подвешено кверху. Поэтому бес предлагает прыгнуть в него и освободиться. В теле беса через всякие проходы и кучу охранников нужно пробраться в подсобное помещение и освободить Джеки. И пока Джеки пытаются поджарить, мы быстренько успеваем его освободить. Ну, как обычно. Последний момент. И несмотря, что главный герой похож на кактус, он ловкой походкой находит тайный кабинет своего бати, где он узнает на то, что батя почти всю свою жизнь убил на то, чтобы помочь Джеки с тьмой. Но, как водится, все пошло не так. Но нам нужно идти дальше, поэтому хватаем ружье и идем пробиваться к главгаду. На пути встает его шестерка, которую он влил немножечко тьмы. И тот в самых лучших традициях долбоеба начинает просто выебываться. Либо он давно не мылся, либо свет так странно падает на дым. Забираем у парня свою тьму и понимаем, что тут не все, а только какая-то сдача. Ведь основная часть о наполнении в целом осталась у короля красоты, поэтому пробиваемся к нему. И теперь перед главным боем хочется заметить, что план главного черта довольно тупой. Ну, просто посудите сами. Джеки изначально был недоволен тьмой. Он всячески пытался ее сдержать, контролировать и просто забил на нее. О тайном обществе он не знает совершенно ничего. И само собой против них он тоже ничего не имеет. Поэтому втроение непонятно. Какого хрена вместо того, чтобы спокойно завалиться к ГГ, представиться, навешать лапши о том, что они могут ему помочь, сдержать тьму, извлечь ее и так далее, они, блять, начинают устраивать теракты, убивают его друзей, убивают его близких и вообще всеми силами просто пытаются настроить его против себя. Вот и выходит, что вместо быстренькой авантюры и обмана они решили угробить пару сотен людей, как своих, так и чужих, а в итоге так еще и вся их организация развалится, одни были с Джеки. Умно, да, ничего не скажешь. И вот финальный бой, который оказывается очень даже простым. Инвалид окочуривается довольно быстро и по традиции получает за все свои выябоны. Ты не кто! Ты не кто! Тьма сожрет тебя! Она будет пыть тебя! Она не хранит тебя в ад! Это мысль! АГГ, будучи смышленым парнем, совершает Роскомнадзор в попытках победить и починить себе тьму, но заодно и вызволить свою девушку. Ты бросил мне вызов! Ты меня не удержишь. Я иду за Дженни, а потом я вернусь за тобой. Джеки, прошу... Проснувшись уже по традиции в клинике, бес нам помогает убежать на крышу, где сам откидывается вполне грустно, ну и довольно тупо. Стой! Нет! Не влезать туда, нет! Ты же... Ну вот нахуя он туда полез? Было так весело! Я знал, что делаю! Я сдохну! Покеда, мордышка! Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. И на крыше у нас появляется два выбора. Либо мы принимаем, что главный герой реально псих и остаемся чилить психушки, получая не самую лучшую концовку. Либо совершаем прыжок веры. Прямо в ад нахуй. Пусть нахуй! Ёбаный брод! Джеки, ты пришел сюда. Где мы можем вооружиться парочкой местных пушек и завалить небольшую такую толпу девонов. Парочка этажей, и вот Джеки смог ее освободить. Ты... планировали сделать продолжение как минимум. Но как мы можем судить сегодня, продолжения нет. Джеки? Продолжение следует... Прошло так много времени. Где Дженни? Теперь мы едины. Ты слишком сильный носитель. Ты причинил слишком много боли. Ты и оно. Теперь ты там, где тебе место. Нет. Нет. Нет! Вот такой и был Дартнесс 2. Это довольно добротная игра, на которую не жалко потратить несколько часов. Она не успевает надоесть, дек она еще и умудряется тебя немножечко развлечь. А ролик же подходит к концу, поэтому я вам скажу. Подписывайтесь на любой канал, ставьте свечки за здоровье родных и близких, бейте в колокол, если варвары снова нападают на ваше поселение. И до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!